В ближайшее время конструкторы научно-технического центра комбайностроения акционерного общества Гомсельмаш представят усовершенствованные модели наиболее популярных машин. Кроме того, здесь ведутся разработки так называемых умных комбайнов, которые могут работать практически без участия человека. Перспективами отечественного комбайностроения на этой неделе поинтересовались наши корреспонденты. Обеспеченность работы и достойная заработная плата. Для руководства любого предприятия это всегда приоритетное направление. Востребованность продукции Гомсельмаша имеет ярко выраженный сезонный характер, а поэтому благоприятную ситуацию необходимо использовать максимально эффективно. Сегодня проблем с загрузкой в акционерном обществе явно не испытывают. Более того, если еще в прошлом году сборку 10 комбайнов в смену считали очень неплохим результатом, то сейчас это количество необходимо увеличить как минимум в полтора раза. Еще несколько красноречивых цифр. За пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого экспорт продукции Гомсельмаша увеличился более чем на 40%. На июнь месяц у нас установлен и доведен план более 440 машин изготовить, отгрузить. Основные это наши традиционные рынки сбыта. Это Республика Беларусь, Российская Федерация, Казахстан. Несколько машин это Армения. И конец июня намечена отгрузка страны африканского континента. Разработка и выпуск новой продукции в условиях современного рынка жизненная необходимость. В этом году на предприятии намерены собрать 50 комбайнов по лесу GS3219. Первые экземпляры этой модели на Гомсельмаши презентовали в прошлом году. Оригинальные конструктивные решения и особенности компоновки рабочих систем машины позволяют достигать максимальных результатов при умеренных энергозатратах, что гарантирует низкую себестоимость серна. Правда, увидеть ее в белорусских сельхозпредприятиях пока достаточно сложно. Пока наши аграрии присматриваются к новой модели, за границами Беларуси ее преимущества уже оценили. Если мы говорим сегодня о комбайне с гибридной схемой «Молота-3219», то это комбайн, который позволяет повысить производительность, допустим, с наиболее весным комбайном «1218» – порядка 30%. То есть, в принципе, это сократит необходимость, потребность в механизаторах уменьшится, потому что вы знаете, что сегодня в странах СНГ механизатор становится такой редкой профессией. Еще одна перспективная и на сегодняшний день явно экспортно-ориентированная модель – этот зерноуборочный комбайн. Первый в мире с газовым двигателем. Главная задача, которую ставили инженеры – экономия. 400 кубических метров сжатого природного газа перетекают в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема комбайну хватает на 10 часов непрерывной работы. Еще один плюс природного газа – его экологичность. Метан считается одним из самых чистых вариантов топлива для двигателей внутреннего сгорания. Как ожидается, эта модель будет особенно востребована в России. Во всяком случае, там уже есть целые районы, где на газе работают тракторы. Имея такой комбайн на газу за счет снижения стоимости газа, его надо интенсивно использовать, и тогда он дает высокую отдачу. Допустим, если убирать кукурузу и зерновые, то за 4-5 сезонов происходит самоокупаемость этого комбайна. Возговой центра завода. Более 400 конструкторов. Особая гордость Гомсельмаша. Об их профессионализме и востребованности на мировых рынках можно сузить по такому факту. Именно конструкторы Гомсельмаша создали новый образец початка уборочного комбайна специально для китайских фермерских хозяйств. Принципиальной особенностью новой машины является уборка початков кукурузы без последующего их обмолачивания. В Китае кукуруза оставляется на хранение в зимнее время только в початках. Классная школа инженерной службы, инженеров-конструкторов, которые сегодня трудятся ежедневно своим плодотворным трудом, создают новые модели. Она у Гомсельмаша сохранилась. И вот благодаря тому, что наш мозговой центр, который сегодня носит название научно-технического центра комбайна строения, по сути, это лаборатория с полной базой, испытательной базой, наличием квалифицированных кадров, она и позволяет добиваться таких высоких результатов. Сегодня в научно-техническом центре комбайна строения работают над несколькими новыми проектами. В течение ближайших двух-трех лет на предприятии планируют модернизировать базовые модели. Кроме того, в разработке Гомельчан машины, которые в перспективе смогут работать практически без участия человека. Трендом на будущее это будет все-таки оснащение системами дистанционного мониторинга, чтобы можно было, допустим, дилерам или даже с завода следить за работой машины прямо из дистанционной, скажем так. Кроме этого, конечно, работаем мы над созданием машин с использованием искусственного интеллекта. Это тоже мировой тренд сегодня, и мы в этом направлении тоже работаем. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин